Друзья, всем привет! Если вы мечтаете найти проект дома в классическом стиле, где нет ничего лишнего, то добро пожаловать! Сегодня у нас обзор очень традиционного дома по проекту London 180. А особо внимательные зрители сегодня еще и узнают, как получить скидку 2% на возведение такого шедевра. Когда я готовилась к этой съемке, я задумалась, а что же общего, что же объединяет нас с англичанами? И почему проект London пришелся по душе огромному количеству наших заказчиков? И знаете, я довольно быстро нашла ответ на этот вопрос. По моим наблюдениям, и наши заказчики, и британские друзья довольно-таки консервативны при выборе недвижимости. Есть, конечно же, отдельная категория людей, которые любят огромные площади, чтобы все было ярко, бантики, блестки, рюшки. Но таких заказчиков, ну, где-то процентов 5-10, больше я не видела. Остальные предпочитают простые и понятные формы, эргономичное пространство и уют. Самое главное, уют. И дом в английском стиле, ну, вполне себе можно считать синонимом этого слова. Обратите внимание на компактность этого дома. Его площадь 180 квадратных метров. Здесь два этажа. Проект очень хорошо подойдет для небольших участков, вот как этот. Сами понимаете, что сейчас земля достаточно дорогая, особенно если недалеко от города. Поэтому не каждый себе может позволить большой участок. И двухэтажный дом – это разумное решение. Кстати, эксперты уже неоднократно считали, что двухэтажный дом более экономичен, нежели одноэтажный объект. Если говорить о строительстве. Поэтому при принятии решения не забудьте все еще раз хорошенько пересчитать. Субтитры создавал DimaTorzok Если говорить о конструктиве традиционного английского дома, то британцы отдают предпочтение классическому красному кирпичу. Наш же заказчик выбрал более современное решение – это теплокерамические блоки Paratherm от австрийской компании Wennerberger. Кстати, я довольно-таки часто слышу, что теплая керамика, по мнению многих людей, а также газобетон – все это фигня. И нет на свете лучше материала, чем полнотелый кирпич. Безусловно, кирпич – это прекрасный, проверенный временем материал, но строительная индустрия, друзья, тоже не стоит на месте. Вы же не хотите лечить зубы так, как лечили их сто лет назад. И аналогичная ситуация со строительством. Мы любим теплую керамику за высокую скорость возведения, за то, что ее не нужно утеплять, за экологичность и за отличные теплоизоляционные свойства. Толщина наружных стен в данном доме – 440 мм, толщина внутренних стен – 250 мм. Зимой здесь будет тепло, летом не жарко, а топить будет легко. Ну а что еще надо? Если говорить о фундаменте, то для англичан характерен низкий фундамент. Что касается подвалов, то практичные во многих вопросах англичане предпочитают не размещать в подвальных помещениях гаражи или мастерские. Максимум, что может быть в классическом английском доме – это кладовка или неглубокий погреб. Если говорить о нашем проекте, то наш дом Лондон-180 стоит на ленте 400 мм. Сверху утепленные цоколь и плита толщиной 200 мм. Иногда участок требует других фундаментальных решений, но здесь вам уже нужно довериться нашим специалистам. Они подберут идеальный вариант и по цене, и по качеству. В классическом английском доме вы крайне редко увидите крыльцо или террасу. Наш проект Лондон-180 в этом смысле тоже достаточно английский, хоть крыльцо у нас и есть. Чтобы внести разнообразие во внешний облик своих домов, англичане любят экспериментировать с козырьками и навесами над входной дверью. А еще англичане очень любят украшать навесы плющом. Вдруг и вам эта идея придется по душе. Кровля здесь самая простая и бюджетная – металлочерепица. Чердак холодный. Кстати, крышу английского дома трудно спутать с крышей другого архитектурного стиля. Более того, высокая и острая крыша, покрытая красной черепицей – это вообще своеобразная визитная карточка дома в английском стиле. А теперь давайте поговорим об отделке фасада. В современном понимании английский дом – это смесь двух стилей – викторианского и георгианского. И как я уже говорила ранее, англичане любят красный кирпич и не видят смысла в дополнительной отделке фасада. Но мы сейчас находимся в Москве, и как вы знаете, нам очень не хватает солнца. Поэтому владелец дома отдал предпочтение штукатурке нежно-желтого цвета и штукатурке белого цвета. В одном из наших прошлых выпусков я призывала присмотреться к комбинированным фасадам. И вот это решение – одно из самых достойных. Светлая штукатурка плюс штукатурка желтого цвета. У штукатурки вообще много плюсов. Это экологичность и обилие цветовых решений. Что для строителей важно – высокая адгезия к любым поверхностям. Для хозяев – легкий уход. На наших классических рендерах проекта «Лондон» фасад выполнен в кирпиче. Конечно, так объект выглядит максимально по-английски, но вы можете экспериментировать с цветом. Захотите сделать розовый фасад с фиолетовыми цветочками – мы сделаем вам розовый фасад с фиолетовыми цветочками. А теперь об окнах. В английских домах окна первого этажа находятся очень низко, совсем рядом с поверхностью земли. Окна, как правило, большие, двух- или трехстворчатые. Форма окон прямоугольная или квадратная. У нас же здесь окна белые, достаточно простые, небольшие и отлично перекликаются в плане контраста с подшивкой кровли и водосточкой. Друзья, сейчас я должна вам рассказать о планировке дома, но произошла небольшая неприятность. Мне не достались ключи от дома, поэтому будем ориентироваться по нашим рендерам. Инженеры мне сказали, что хозяин оставил все без изменений, поэтому я обещаю вам, что экскурсия вам в любом случае понравится. Ну, а теперь давайте представим, что мы заходим в дом. Итак, на первом этаже у нас традиционный тамбур, 4,5 квадратных метра. Здесь можно оставить верхнюю одежду, обувь, места вполне достаточно. Из тамбура мы попадаем в техническое помещение. Котельная здесь небольшая, где-то в районе 5 квадратных метров. Небольшая площадь, но все самое необходимое оборудование точно поместится. Из тамбура мы попадаем в холл и сразу же видим небольшую гардеробную, чуть больше 3 квадратных метров. Сразу видно, что хозяйка дома не такой шапоголик, как некоторые, типа меня. Рядом находится гостевой санузел. И вот, минуя холл, мы попадаем в кухню-столовую-гостиную. Здесь площадь больше 30 квадратных метров. Перед тем, как я решила изучить особенности интерьера дома в английском стиле. И основная концепция английского стиля – это идеальная жизнь в идеальном доме. Все, что окружает человека, должно быть уютным и практичным, но в то же время добротным и солидным. В понимании британцев это значит. Обилие дерева, красное, орех или дуб, богато, но сдержанно декорированное. Мягкая мебель, кресла, пуфы, диваны с закругленными формами. Традиционные узоры в полоску, клетку, пейсли и цветы. Колониальные мотивы и, конечно же, камин. Английский стиль – это стиль родового гнезда и уютного гнездышка. Он надежный, долговечный и спокойный. Мы, русские, надежность очень ценим. Мне кажется, наш проект London 180 прекрасно вяжется с этой историей. Кстати, на первом этаже у нас есть гостевая спальня. Ну а теперь давайте прогуляемся на второй этаж по нашей замечательной лестнице. На втором этаже у нас холл, четыре спальни и один санузел. Если у вас не такая большая семья и вам не нужно столько спальных комнат, то мы всегда можем внести коррективы в базовый проект. Например, объединить две спальни в одну. Сделать большую гардеробную комнату вместо спальни. Добавить кабинет. Кстати, какой дом в английском стиле вообще без кабинета? Ну, кстати, по-моему, англичане чаще всего кабинет размещают на первом этаже. Но там у нас тоже есть гостевая спальня. Можно воспользоваться этой идеей. И еще немного об интерьере. Британцы рекомендуют отдавать предпочтение комфорту. Мягкая мебель должна быть расставлена так, чтобы было удобно вести беседу, собравшись в гостиной. Британцам необходимы яркие акценты, когда за окном серое небо и дожди. Живые цвета так приятно радуют глаз для Москвы, Московской области, Ленинградской области. Это тоже очень характерно. Цветовая палитра вообще английского стиля содержит все оттенки благородного дерева, а также сдержанные оттенки бордового, зеленого и бежевого. При оформлении стен в английском стиле чаще всего используются однотонные обои. Допускается неброский узор или орнамент. Потолки, как правило, однотонные, светлые, украшенные лепниной. Двери в английском интерьере обычно из дерева, часто с витражным остеклением. Все дизайнеры интерьера всегда говорят о важности текстиля. И в интерьере в английском стиле это особая вещь. Красной нитью через весь английский интерьер идет воспоминание о колониальном прошлом Англии. Экзотическим птицам и растениям самое место на шторах и подушках в английской гостиной. Классический английский декор это картины, гобелены на стенах, тысячи мелочей на каминной полке, подсвечники и вазы. Наверное, вы, посмотрев все эти фотографии и визуализации, подумали, что английские интерьеры слегка старомодные. Традиционно английский дом, правда, часто этим грешит. Но если говорить об уюте и о чем-то таком родном и домашнем, сложно придумать что-то более подходящее. Ну и раз у нас сегодня обзор дома плюс экскурс в мир британской домашней архитектуры, то не могу не рассказать пару слов о том, как выглядит двор английского дома. Обязательный атрибут английского дома это наличие газона и цветники. Каждый истинный англичанин считает своим долгом стрижку газонов. Но здесь у нас вот уже есть легкий намек на газон. Цветы же у англичан занимают особое место и отсутствие цветника это не просто признак дурного тона, но и вполне вероятный намек на финансовые проблемы владельца. Для многих англичан наличие сада является обязательным, хотя бы миниатюрного. И отличительной чертой сада можно считать линейные дорожки, изгороди из высокой травы. Так как здесь у нас строительство дома завершилось совсем недавно, то здесь еще сложно пока говорить о ландшафтном дизайне. Но что здесь мы увидели? Здесь есть небольшие грядки с викторией, здесь есть кустарники, здесь есть небольшие березы. Так что я думаю, двор будет, конечно, не в английском стиле, но вполне себе уютным. Друзья, в начале сюжета я обещала вам рассказать, как получить скидку на строительство такого дома. Все очень просто. Заходите на сайт компании АПС ДСК и совершайте покупку в режиме онлайн. Благодаря онлайн-режиму мы можем вам обеспечить скидку 2%. Ну что ж, у нас на этом все. Друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам проект Лондон, что вам понравилось. Нужны ли вам такие экскурсы в историю интерьеров? Не забудьте, пожалуйста, поделиться обратной связью с нами, поставить мне лайк, мне будет очень приятно. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok